Всем большой привет! Давайте посмотрим пустые баночки, которые у меня собрались за июль. Из бытовой химии всего две покажу. Это очень мне понравился кондиционер. Я его пробовала впервые. Именно этот аромат впервые понравился. Прямо понравился очень. И на мужской одежде, и на постельном, и на женском. Вот прямо был такой унисекс. Утренняя гармония, ароматерапия. Очень приятный. Но это все индивидуально. Поэтому главная его цель была, чтобы вещи были мягкие, постельное полотенце нежными. Ну, так оно и было. То есть действительно работал как кондиционер прекрасно. И плюс, бывает, я забываю говорить, это был концентрат. Действительно в одной бутылке было как будто 3,36 тирок. Совсем нужно немножко. Тут даже и колпачок поменьше, потому что дозировка идет более маленькая. Долго я им пользовалась. Месяца два точно пользовалась. Так что классный кондиционер. Увижу, буду повторять. Нравится. И уже не первый раз, уже на постоянной основе беру порошок стиральный. Lost Color Color. Вот так. Подходит для цветного. Здесь на 18 стирок рассчитано. 2,7 килограмма. Мне нравится. У меня нет маленьких детей, которые бы там сильно грязные вещи или рабочая одежда там, вот знаете, там в мазуте. Такого нет у нас в доме. Поэтому, ну, бытовая. Где-то пролили, где-то просто испачкались, поносили, где-то в жару походили. Ну, как-то вот так. Пыль. Вот такая стирка. Но кухонные, если полотенчики, то я добавляю немножко кислородного отбеливателя. И тогда работает прекрасно. Все, больше ничего не собирала. Все остальное выкидывала. Пена закончилась. Два месяца пользовались. Это аромат Bubble Gum. Пена от Avon. Прекрасные это пены. Конечно, я уже больше 10 лет знаю пены от Avon и всегда пою им дифирамбы. Даже когда у меня их нет, по ним я скучаю. Но благодаря Катюшке сейчас не скучаю, а с удовольствием пользуюсь. Спасибо, Катюш. Огромные. Замечательный подарок. Теперь мы эти пены выбираем, выбираем. Прям выбрать не можем. Такое разнообразие у нас их стало. В этом месяце покрасила волосы. 603 оттенок. Молочный шоколад. Сегодня в телеграм-канале выкладывала пост небольшой. Там я показала, насколько может работать определенная палетка теней. И там как раз волосы покрашены именно этим оттенком. Кастинг крем-глосс. Это краска у меня на протяжении почти 10 лет. Моя постоянная подруга. Беру ее. Бывает, девчонки дарят тоже неплохие краски. И я опять возвращаюсь к этой. Ну, уже, видимо, как вот по наезженной, по привычке. Оттенок достаточно светлый, в рыжинку. Ну, кому больше интересного, можно вот этот ролик посмотреть. Далее, по волосам закончился сухой шампунь. Когда я его только приобрела, я его сразу очень ругала. Прямо конкретно ругала. Потом я к нему привыкла и немножечко смогла с ним хотя бы сдружиться. Он идет как очищающий. Есть шампуни, которые на объем работают. А есть те, которые, ну, как бы моют. Да, ну, как в кавычках моют, очищают. Чуть-чуть переборщите, будет на голове гнездо. Вот ощущение, что даже если волосы не были сильно грязными там, или вот просто, если они чуть-чуть прижирнились, да, вот чуть-чуть там где-то вот на челку, например, да, вы наносите, и он подсушивает. Но если чуть-чуть переборщите, ощущение, что волосы были очень грязные, и в них много талька, и вот это вот все как гнездо. Ну, в общем, очень неприятное ощущение рукам, если тактильно дотрагиваешься. Многие ругают батисту. Я батиста, наоборот, очень люблю. Там, конечно, если вы темная, то тальк может быть виден, вот, как просить. Это да, может такое быть, если нормально не вычесать. Но там такой объем дает, там и чистоту дает, и легкость волосам, и объем. Вот этот так не умеет. Я повторять этот не буду. Но к концу я с ним подружилась. Уже знала, сколько нужно нанести, чтобы было достаточно, чтобы не было перебора. Ну, и пользовалась я им раз там в два месяца, когда уж конкретная вот такая вот ситуация, что нужно чем-то воспользоваться. Скраб. Осталось совсем чуть-чуть, переложила в малюсенькую баночку, чтобы эту показать уже и выкинуть. Лене огромное спасибо, она мне дарила. Он на маслах и солевой. Если ранка на теле или там вы загораете, то такое, конечно, не подойдет. Мне его хватило прямо на несколько месяцев. Щипучий. Ну, соль есть соль. Но в целом он, если вам вот хочется конкретно поскрабироваться, он хорош. Он действительно аж прям продерет. И крово... Крово... Как это называется-то? Ток хорошо работает тогда. Кровоток. Цитрусовый. Аромат приятный. Обещает омолаживать. Обновлять. Ну, обновляет по факту, да. Потому что он по целлюлиту, например, если вы и массаж делаете этим скрабом, то он прям вот как после конкретной бани, которой вы веником себя отшлепали. В общем, работал хорошо. Здесь большой объем, 720 грамм. Ну и хватило, как я сказала, надолго. Так, давайте геля для душа покажу. Их аж три штуки получилось. Ну, во всех оставалось по чуть-чуть. И когда остается совсем капелька, и обычно я гель держу перевернутым, в этот раз я держала гель перевернутый, и самые остатки, ну, как жидкое мыло, доиспользую. И тогда уже гель идет в пустышки. Приятный аромат. Густой-густой по консистенции. Чуть-чуть достаточно. Пенится хорошо. Интересный очень вот этот носик-дозатор. Много не выплесните. И когда такие густые средства, если носик не очень удобно расположен как-то, то бывает со всех сторон гель плотный лезет. Тут все прекрасно работало. Густой, экономичный. Ну, вы сами видите, он прям несколько месяцев пользовался. И приятный аромат. Это, по-моему, линейка от Палмалиф. Фаберлик. Солнечная мимоза. Желтенький, солнечный. Вначале так время от времени использовала. В этом месяце активно. Но вот что оставалось, я перелила опять же, как жидкое мыло, доиспользовала. Приятный аромат мимозы. Работает хорошо. Пенится тоже хорошо. Ну, прям рабочая лошадка. Аромат на любителя, потому что мимоза. И солнечная маракуйя такая. Это от Ифраше. Здесь тоже вот оставалось чуть-чуть. Уже доперелила. Но не буду третий раз рассказывать. Специально вот эти два доиспользовала в этом месяце. Прям такие эти солнечные они. Хотела закончить, потому что новенькие тянется рука, к новым продуктам. А эти несколько месяцев, можно сказать, стоят по чуть-чуть, тратишь. Хотелось уже так это поинтенсивнее использовать. И к следующему перейти. Мицеллярная вода с ароматом прекрасной розы. Вообще, эту мицеллярку делала сестра мужа, Викуля. Пользовалась ей с огромным удовольствием. Даже макияж с глаз смывала, чего я обычно не делаю. Водостойки не смывает, а вообще работает прекрасно. И аромат нежный такой, и работает макияж с лица. Смывает хорошо. Баночку не выкину, потому что я хочу ее как переливалочку использовать. То есть, я в нее вот это вот все сотру, буду переливать из большой бадьи мицеллярку, чтобы использовать дальше. Давайте вот так я поставлю, пусть она вазу обнимает. Тоже рабочая лошадка. Заканчивается и снова-снова беру либо в Дикси, либо в Пятерочке подобные средства для снятия лака. Они идут без ацетона, нет противного аромата. Ну, обычный, такой приятный аромат. Вот такой лак. Смывает двумя дисками с двух рук. Если с блестками, 4-5 дисков. То есть, уже надо подольше держать, как бы чаще мочить и тогда расход быстрее. Ну, мне кажется, так с любым лаком работает. Достаточно щадящий у нее режим. То есть, вот это вот место вокруг ногтевой пластины, если кремом для рук пользуюсь, то сильно не повреждает. Если забудете про крем для рук, будет повреждать, конечно. Ну, и что ж, про крем для рук заговорили. Почти закончился. Тоже вот остаточки уже перелила. Крем для рук велюровый эффект с маслом оливы. Оказывает омолаживающее действие, питает, защищает. Он слишком жидкий был. Как не крем, а как лосьон больше. На молочко похоже. Поэтому я его перелила. Неудобно. Отвинтишь, начинаешь наклонять, а он прям водичкой течет. Ну, не водичкой, но достаточно жидко. Сейчас не смогу уже показать. Я тут выдавливала. Да нет, я тут так выдавила, я всю силушку своего гатырского применила. Поэтому даже резать не стала, потому что вот просто выжила все. Хороший он по действию, хорошо увлажняет кожу. Мне понравился. Доиспользую. И, кстати, в этой бадье было 100 миллилитров. Она была прям полная. Понравился. Неплохой крем. Работает хорошо. Думала, почему у сына дезодоранты не заканчиваются. Даже ему спросила, говорю, ты что, дезодоранты не пользуюсь, что ли? Да пользуюсь. Оказывается, он сразу несколькими пользуется. Поэтому, а в этом месяце так получилось, что закончилось у него сразу два. Полгода не одного, а потом раз, и оказывается он то один, то второй. Почему? Потому что ему вот этот очень нравился, а этот не нравился. Если по очереди, Акс, мне кажется, вообще не нуждается в рекламе, потому что тут и ароматы замечательные, и работают они замечательно. Аромат темного шоколада, но для меня это вообще молочный шоколад. Даже вот что-то такое сладкое, что ли. как тут крутануть. Просто воздух. Ой, какой он вкусный. Макс из Ивана выйдет, я потом забегаю, например, по каким-то делам, а сама встаю и думаю, ай, опять вот этот аромат такой вкусный. Прямо очень он мне нравится. У кого есть пацанята, парни, может и мужья, кому как нравится, потестируйте. Классный. Можно гель для душа попробовать. В общем, хороший. А вот этот ему и по аромату не понравился особо, и по действию. То есть он парфюмированный. Это Арабские Эмираты. У меня у самой сейчас от Аски женские парфюмированные, но мне нравится. То есть он не очень сильно работает на жару, он здесь может подвести, но аромату моего прекрасно. У этого аромат так себе, но мне нравится, Максу не нравится. Но вот с запахом не справится. Вот отделение то он и не блокирует. Это не антиперспирант. Но вот подводил пару раз, поэтому если выбирать, то этот он прямо заканчивал с усилием, а этот с удовольствием. Ну, еще поругаю немножечко. Еще дезодорант женский. Выбирай здоровье, натуральный. То есть вообще все написано прекрасно. Работал он слабенько. Тут вот так вот уже нету. Я его перевернутым сейчас еще держу. То есть там стекает по стеночкам остатки, потому что уже вот если потрясти, чтобы намочить, так не работает. А вот перевернутый он у меня еще стоит. Я эту поставлю, а это доиспользую. Поэтому я его далеко убирать не буду. Ну, просто уже смысла нет его еще месяц держать, если через два дня он уже будет использован. Слабый. Если вам нужна конкретная защита, то это слабый. Аромат. Мне не понравился он такой. С чем сравнить-то? Аптечный. Вот вы знаете, я, например, прихожу к свекрови, раньше у дедушки, я помню, вот открываешь ящик с аптечкой, и вот этот ящик всегда, вот много лет в нем хранилось что-то аптечное. Там же может когда-то лежал и мазь Вишневского, и зеленки, и бинты, и еще там какие-нибудь. И вот сам ящик бывает так пропитывается немножко лекарствами. И вот он так и пахнет. Поэтому когда его наносишь и потом вот этот запах, ну, рукой махнул кверху, да, и у меня ощущение, что он не справился, это пот, что ли, у меня так пахнет. Нет, это вот он так и пахнет. Пахнет дезодорантом этим. Ну, в общем, не очень. Хотя попробовала, мне было интересно его попробовать, так что огромное спасибо дарителю. Теперь я знаю, что мне подходит, что нет. Для меня самый лучший дезодорант все-таки это тот, который твердый. Вот без проблем. Выручает и спасает, и мокрых подмышечных вот на футболках нет в жару. Вот всем хорош. Для меня это самый лучший вариант. Этот слабенький. Если не нуждаетесь в сильном вот таком сильной защите, вполне подойдет, может быть. А потом у многих такие ароматы нравятся. То есть вот травки, муравки, аптечка. Для меня дезодорант лучше парфюмированный, чем вот аптечный. Как-то так. Но это вообще субъективно. Закончился у меня от L'Oreal продукт для лица. Это сыворотка против морщин. Полтора процентов чистая гиалуроновая кислота. Пользовалась долго. Прямо каждый месяц я использовала. Мне понравился. Вы знаете, я, конечно, иногда не ждала, когда впитается побольше эта сыворотка и наносить дневной крем. Я использовала, бывает, только сыворотку. Но я знаю, что так делать не надо. Сыворотка должна работать под кремом, под маской. Она усиливает обычно действие следующего продукта. но у меня бывало так, что она одна тоже работала. Как-то я поставила, что ее не видно. Давайте вот сюда поставим. Следующее, что я вам покажу. Что-то я сегодня прям разболталась. Зубная паста. Тут буду хвалить. Очень понравилась. Прям понравилась. Очень при очень. Вылизала всю полностью. Пока она у меня была, было открыто три или четыре одновременно пасты. И пока это не закончилось, все остальные для меня стояли. Ну, может, семья пользовалась другими. А я пока вот это не закончила. Настолько она мне сильно понравилась. Она угольная. Цвет был такой темно-темно серый. Вот такой. И работала хорошо, и очищала хорошо, и не напрягала зубы и десны. Ну, как в смысле не напрягала. Не делала их чувствительными. То есть вот и на утро и на вечер. В общем, всем хороша. Очень понравилась. Опять же, дарителю большое спасибо. Мне ее дарили. Маски. Будет скоро влог, и вот я как раз в этой маске буду там лежать. Она оказалась черного цвета. Это было очень неожиданно. Лена мне подарила прямо много масок тогда. И вот одна из них из всех была черного цвета. очень хорошая лекала. Тонкая вот прямо облегала всю кожу. Видео, кто будет смотреть влог, увидите очень хорошие прорези вокруг рта, вокруг глаз были. То есть вот всем хороша. И вот я такая красивая была, как эта хрюшка после применения. Тоже розовенькая и хорошенькая. А это патчи. Одноразовые патчи использовали. Понравились. патчи из патчи. Так, и что же я вам покажу еще? У меня тут будет один аромат и два декоративных средства. Вообще у меня ароматы в ароматном ролике, но этот аромат он ко мне приехал уже с искажением, искаженный был, потому что тут как-то вот это все дело слабенькое. И он у меня стоял в ванной и как освежитель воздуха я его использовала. То есть если вот так посмотреть, тут ничего не осталось. Поэтому я его не буду как ароматы года, потому что не на себя использовала. Все-таки ароматы года честнее. Вообще напишите вы, куда лучше его положить. Я его сейчас оставлю на какое-то время. Вот те, которые как освежители использую в ванной комнате, их куда? Выкидывать или это все-таки аромат, который закончился в этом году. Не важно по назначению или нет. Вот напишите. Не могу ничего про сам аромат сказать. Он от Faberlic, потому что уже искаженный был с самого начала. Тушь закончилась. Мне она очень понравилась. Life номер один Black. Больше ничего не написано. Вот еще написано. Очень хорошо с сывороткой от Evelyn работала. Щетка вот так уже прямо аж высохла вся. Очень удобная. Такая рабочая. Не скажу, что делала прям дикие чудеса. Именно с сывороткой она работала и реснички она красила хорошо. Единственное, что она не подвивала, а как-то вот она выпрямляла немножко. Но у меня ресницы сами по себе прямые. И если не заявлено в туши, что она заворачивает, подвивает ресницы, то мои и не подовьешь. Уберу в декоративку, которая закончилась за год. Я сейчас ее не выкину. И еще одно декоративное средство. Потрясающий красоты лак, в который я так влюбилась. Я им пользовалась с огромнейшим удовольствием. Вот просто супер пупер скилла. Клен, спасибо тебе огромное за такой подарок. Вы сами видели, что весь этот год этот лак был у меня на ногтях всегда сверху. Настолько он мне сильно понравился. Очень тонкое покрытие и любой лак, вот тот, который у меня сейчас на ногтях, на нем всегда раньше был именно этот. Вот так. Не знаю, где брала Лена. Такой кристалл. по информации давайте я вам вот так покажу еще. Вдруг где-то найдете. Прекрасный и держался хорошо, и украшал любой, и вот посмотрите, какие тут расфокус надо, наверное, сделать, чтобы увидеть, как он играет. Всеми переливами очень нравился. С огромным удовольствием я пользовалась этим лаком. Вот такие у меня оказались пустые баночки. Ролик, даже не ролик, а пост я сегодня выложила на телеграм-канале, то есть вы тоже как раз свои пустые баночки показываете. Единственное, что я с роликом опоздала, и я фото делала корзины вот с этими банками, чтобы их было не видно там, на телеграм-канале. Спасибо, что вы там достаточно активные, пишете свои отзывы по своим банкам, потому что это очень интересно, когда идет обсуждение, а как вам это, а как вам то, а мне вот так, а мне вот всяк. И это как бы более полные отзывы, и намного больше средств можно увидеть, благодаря тому, что мы показываем как баночки пустые, так и уход на месяц. Если вам интересны вот такие отзывы, подписывайтесь на телеграм-канал, там у нас всегда интересно, тем более на ютубе сейчас что-то происходит, он стал зависать, подписывайтесь на дзен-канал, тогда мы не потеряемся, там каждый этот ролик выходит ну как бы в дубли, даже раньше, чем на ютубе, даже вот когда я начинаю загружать ролики на ютубе и на дзен, на дзен я загружаю, открываю, а на ютубе еще два часа гружу, и смысла открывать сразу нет, приходится на ютубе на сутки опаздывать, поэтому если хочется смотреть быстрее или поддержать мой канал, смотрите на дзен, там подписывайтесь, и мы тогда точно не потеряемся. Спасибо, что были со мной, если вас заинтересовал букетик, который справа стоит, тоже в следующем ролике мы с ним встретимся, это спойлер на следующие покупки, я буду с вами прощаться, прекрасного вам настроения, берегите себя и своих близких, дарите улыбки, дарите друг другу добрые слова, добра, нам не хватает, зла всегда хватает, а вот добра порой не хватает, поэтому давайте мы учиться будем его распространять от себя, и тогда оно обязательно вернется к нам бумерангом. Всем прекрасного настроения и всем пока! субтитры подогнал «Симон»!